Первый наш такой интересный объект с вами – особняк Мукомолов-Кукцов-Шнудов. Это купцы первой гидии, очень богатые горожане в традиционном Саратове. Мы с вами немного остановим внимание на самом особняке, рассмотрим какие-то детали. Сам особняк построен в стиле модерн, но с элементами неоклассицизма. Обращать внимание на старинные здания этих детей учат на занятиях мультипликационного проекта «Архитектурный Саратов. Связь через века». Вот так, с блокнотом и ручкой в руках, ребята слушают экскурсовода и параллельно делают зарисовки. Всех этих маленьких художников объединяет одно – любовь к мультфильмам. И не просто любовь, а творческое участие в их создании. Идея создавать мультфильмы про наиболее важные для города памятники архитектуры пришла Елене Мизюк – маме учеников студии детской мультипликации. «Я живу недалеко от дома князя Боротаева. Такое потрясающее архитектурное строение в таком состоянии упадка находится. Мы часто проходим там с детьми, я что-то им рассказываю про этот дом, но стараюсь так, чтобы это было ненавязчиво. Да, ненавязчиво, легко, чтобы они что-то запоминали». Пока еще начинающего, но очень любящего свое хобби мультипликатора Юлию Савинскую эта идея вдохновила. Тем более, что Юлия – историк по образованию. Мультфильм о доме Ехимовиче буквально своими руками делали дети в возрасте от 6 до 10 лет. По чутким руководствам преподавателя ребята справились с кропотливой и очень сложной работой, которая требует чрезвычайной сосредоточенности. «Вот эту ложку мы держим, она на земле, она не двигается. А эту ложку мы берем, значит, она уже, предположим, остальные промежуточные опускаем. Вот он поставил две ноги, вот, без ноги, да. Вот, и вот у него тут палочка». «Изначально мультфильм идет от идеи. Придумывается идея, о чем будет мультфильм. Вот если это формат нашей мультстудии, это работа с проектом «Архитектурный Саратов», то мы берем какой-то дом, рассказывается ребятам история этого дома, ну, где-то, может быть, такие сухие исторические факты. Потом мы собираемся и устраиваем с ребятами мозговой штурм. А как вот из этих вот сухих фактов, что можно было бы сделать в формате мультфильма? И дальше мы делаем с ребятами что-то в виде такой раскадровки. После раскадровки переходим уже к выбору персонажа. Если это главные герои, идем где-то, может быть, от паспортов героев. Что это за человек, как он мог выглядеть? Вот в Ехимовиче Алисе, да, то есть вот мы дали фотографию самого Ехимовича, седой мужчина с бородкой. Она его вот как-то трансформировала, получился такой очень оригинальный мужчина, там, с трехдневной небритостью, такой современный Ехимович, очень даже миловидный». Ехимович изобрел уникальную систему пробетонного отопления. «Я нарисовала огромного-огромного Ехимовича, потому что я очень люблю рисовать, и он что-то там бухтел. Ну, мне один раз показали картинку, а все остальное я рисовала». «То есть ты не срисовывала, а ты просто его увидела?» «Ну да». «Тебе показали?» «Просто мужчина с бородой, так и нарисовала». «Съемки мультфильмов» — это просветительский проект, в котором принимает участие региональное управление по охране объектов культурного наследия. Работа началась с выбора зданий для будущих картин. «Выбрали мы два таких объекта. Это известный вам всем уже давно дом Ехимовича на Советской 5 и дом автогаража. Это федеральный объект, где мчащийся у нас там барельеф автомобиля. Когда мы приходили в студию, наши сотрудники к детям, приносили с собой альбомы, фотографии, исторические справки. Мы это рассказывали детишкам, то есть они это слушали, причем искренне слушали. У них даже вопросы появлялись, они задавали эти вопросы. Мы искали на них ответы, отвечали им. Ну и в результате вот то, что они впитали, мы с вами теперь видим плоды этого труда». «А-а-а! Помогите! Спасите!» «Да-а-а! Нужно повышать водительскую грамотность». «В городе стало больше автомобилей, и количество автомобильных аварий, к сожалению, тоже увеличилось». Перед началом съемок с ребятами работали такие специалисты, как художник, экскурсовод, историк, краевед, архитектор и преподаватель по актерскому мастерству и сценической речи. «Папа, что это за такой дом?» «Это был доходный дом». «Интересно, а внутри он такой же необычный, как и снаружи». «Ну да, этот дом не только очень красивый снаружи, но и необычный внутри». «Это было не очень легко, но и не как-то суперсложно». «Ну это, то есть, нормально». «Ну да. Это такой человек, который знает ответы на все вопросы». «Я делал тетеньку, и я делал трубы для дома». «Ну, трубы». «Это такие тоненькие». «Такие тоненькие». «Сложно?» «Да». «Брать их, брать». «И так весь дом отклеивается». «С Машей очень легко было работать. Замечательная девочка, которая легко подхватывает идею, начинает ее воплощать. Очень кропотливая. То есть, задачу если поставить, то Мария сделает ее замечательной. В мультфильме я нарисовала папу. Я еще снимала кадры и двигала персонажей. А какой у тебя папа получился? Папа получился в такой майке цвета хакки, в джинсах, в кроссовках коричневого цвета с челочкой и с усами. Ваня и Проша, они работали, очень много машинок сделано. Это в мультфильме «Автогаражно-московской». Очень много машинок сделано Ване и Проша. «Я делал старинные автомобили». «А откуда ты знаешь, как они выглядят, эти автомобили?» «Я смотрел по компьютеру». «То есть ты сначала в интернете искал, как они выглядят?» «Ага, а потом срисовывал». «Это проект, который очень развивает детей, потому что это мульттехнологии, это ноу-хау в образовании, которое позволяет детям учиться без какого-то запоминания, зубрежки. То есть это то, что проходит через руки. Такие современные хендмейд-технологии в образовании – это оно, это мульттерапия. Я уверена, что это нужно городу». Почти тысячу просмотров на Ютубе – отличный результат для юных дебютантов. Осенью их работы представят на конкурсе в Саратове. «У нас же в октябре проходит конкурс детского рисунка, на базе которого мы договорились с руководителем федерального агентства Морозовой Оксаной, что в рамках этого конкурса будет еще он расширен детской мультипликацией. И, соответственно, в рамках этого конкурса мы покажем уже эти мультфильмы». Работами саратовских ребят заинтересовались и в Министерстве культуры Российской Федерации. Но и здесь, и сейчас им нужно внимание и помощь. Помощь финансовая, чтобы оплачивать арендную плату и покупать материал. Все это нужно, чтобы снимать не просто мультфильмы, а в очередной раз обратить внимание саратовцев на здания, мимо которых они ходят каждый день и порой не знают о них ничего.